Байдену вдруг стало тошно видеть новые атаки на ФБР. Он осудил якобы какие-то насильственные угрозы в адрес агента ФБР, которые обыскивали дом президента Дональда Трампа, по его же указанию, которое он ложно отрицает на публике. Отвратительно видеть новые атаки на ФБР. А после и вовсе Сонни Джо выдал нечто очень запредельное и сказочное. Угрожают жизням сотрудникам правоохранительных органов и их семей просто за то, что они соблюдают закон и выполняют свою работу? Я хочу сказать это как можно ясней. В этой стране нет места подвержения опасности жизни сотрудников правоохранительных органов. Нет места. Точка. Я против прекращения финансирования полиции. Я также против прекращения финансирования ФБР. Ну тут Байден, видимо, одумался, что разоружив полицию, будет не очень-то хорошо всем. А за это он и его сторонники выступали, между прочим, в момент своей предвыборной кампании. Никто не забыл. ФБР и Министерство юстиции тоже прекрасно обслуживают его интересы и устраивают травлю инакомыслия. Ну чего же не заступиться? Теперь на фоне очень важных промежуточных выборов риторика Байдена снова поменялась. В последние недели Байден в значительной степени уклонился от разговоров о расследовании. Ложь о том, что Белый дом заявлял, что Министерство юстиции действует независимо, и Байден не принимал участие в решении этих вопросов, уже не вызывает сомнений у большинства американцев. В дополнение к запрету, Байден призвал Конгресс выделить 37 миллиардов долларов на программы предотвращения преступности, часть которых будет направлена на наем и обучение еще 100 тысяч полицейских в течение следующих пяти лет. А остальные деньги просто разворованы леваками. Прекрасно? Есть и более дешевый способ борьбы с преступностью – уволить левых и демократических мэров и прокуроров, а лучше и самого Байдена, и сохранить 37 миллиардов долларов. Дональд Трамп, который, скорее всего, пойдет на второй срок в 2024 году, как ожидается, проведет свой митинг в этом же городе в субботу. В Пенсильвании также проходит одна из самых напряженных предвыборных гонок в Сенат на предстоящих промежуточных выборах.